привет зрители обзор браслета xiaomi band 4 вот такая вот коробочка надписи на китайском языке цифра 4 другой стороны номер дата производства описание номер модели xml xms h07 h это как бы считается без nfc коробки ремешок сам этот браслет устройства и зарядная коробочка вот так она выглядит контакты переехали вниз раньше они были здесь то есть естественно старые несовместимые это конечно неплохо сделали вот здесь сбоку номер модели здесь еще другого боку номер для проверки на поддельность вставляется что не нормально более-менее такой вот тонкий проводок то что они поменяли это конечно плохо зарядку несовместимость со старыми никакого особо смысла нет в этом потому что нужно все равно доставать из ремешка вот и мешок и мешок нормальный но здесь вот такая вставка видите более жесткая она со временем отлетит резина мягкая вставка жесткая она отлетит я понимаю но предыдущий был бен 2 там вот эта вставочка отлетает стоит что-то 30 долларов с nfc сейчас вот так вставляется но как я понимаю со временем это все разболтается и вот эта жесткая штука вылетит и придется ремешок покупать ли вообще вы потеряете эту фигату этот бант ваш 4 все больше коробки ничего нету характеристики я зачитаю bluetooth 50 но это я считаю левый прогон ничем он не отличается они пишут стабильность и не более низкое потребление вранье это все нормально и на четвертом все соединялось какой-то чушь этот bluetooth 5 синий зуб gps нету android 44 и больше ios но ios это срань вообще знать не хочу этот ios считаете и нету его в мире датчики трехосевой акселерометр трехосевой гироскоп датчик сердечного ритма ppg емкостный датчик приближения микрофон только в nfc версии здесь получается у меня нету в номере 07 вибромотор 22 и 4 грамма 5 атмосфер поликарбонат и алюминий ремешок съемный термопластичный полиуретан ремешок но учтите про вставку я сказал вставка у вылетит сенсорный экран емкостный amoled 0 95 дюйма 120 на 240 24 бит 2 с половиной д закаленное стекло с покрытием против отпечатков пальцев посмотрим ну отпечатки остаются не сильно остаются здесь вот кругляшок пишут что кругляшок это без на все сына все такое буквой у какая-то фигня очень не работает все кроме китая в китае он тоже как-то херово работает какую-то карточку раба нужно местного удостоверения но здесь есть пункт алипы в общем никогда этот nfc тут и не заработает как дальше погода уведомления звонок вроде входящий показывает картинку и я поменял из стандартного андроидовского сейчас я хотел показать вот этот не работающий алипы и вот видите алипы и вот он есть что-то можно добавить но здесь на это все работать не будет это конечно очень плохо для оплаты было бы прикольно удобно больше тут особо смотреть нечего настройки пульс ничего нового особо не появилось стекло два с половиной дает полная фигня погонь которая просто блики дает лишнее вот блики видите но часть экрана съедает может быть что потверже экран сделали это хорошо то датчики контакты контакты бывают замусориваются окисляются так количество символов на экране 80 озу 512 килобайт позу 16 мегабайт управление музыкой есть nfc только в китайской версии голосовой ассистент только в nfc версии это не такая mi pay нету ну тут вот alipay написано без разницы alipay mi pay тут не работает китае уж не знаю аккумулятор 125 135 с nfc и без nfc то есть получается сыны все даже меньше а там просто на место чем-то занятое меньше места время зарядки до двух часов работы до 15 сын и все до 20 без nfc номер серийный 08 сыны все без nfc 07 но эта часть номера так приложение на андроиде мифит ставится там видно все вот эти датчики как ты спишь ходишь по карте достаточно все вот хорошо показывает точно я походил где ходил все точно показывает данные он берет с телефона гпс тут претензий нету никаких ну что я могу сказать что это такая модернизация 2 3 банда если вам 2 3 нравился вполне можете это купить если денег не жалко если покупайте или третий или второй я особо разницы не вижу nfc так и не в третьем не в четвертом не заработал оплаты наверно никогда и не заработает бесполезно это ждать мне как бы устройство понравилось но я не вижу разницы 2 3 потом мне не понравилось вот мелкий очень шрифт вот это вот здесь вот видите батарейка там цифры написано но очень мелко но просто нужно идеальное зрение иметь на английском он я как бы и не хочу менять то есть по мне без разницы что 2 3 4 ломаются они быстро все у вас разлетится ремешок разлетится само это выскочит наверняка все это все равно поцарапается ну то есть если деньги лишние есть можете купить этот четвертый если вы ходите занимаетесь то он будет все отслеживать прикольно так без разницы 3 4 но 3 у меня не было 2 вот есть сейчас я покажу вот он 2 поцарапался вот плоской плоская крышка я считаю это зашибись но тут можно было пленочку налепить и было бы нормально датчик вроде побольше стал хорошо номеров никаких нету потом номера есть контакты сбоку как видите в порядке зарядка вот такая у старого 2 в этом экран сломался нифига не вижу он же устал тусклый экран чертами не знаю общем вот ремешок предыдущий у него здесь вылетела это вставка а вот она вставка видите она вылетает в том тоже самое сделано но более тонкая причем стенка и вставка опять же вставка опять она разболтается дебилизм какой-то конструкции но им пофиг бегайте покупайте каждый день что-то свалился банк 2 бегайте покупайте каждый день но устройство не мега дорого стоит а вот он побольше стал хорошо что они его модернизируют то есть версию сына все нет смысла и покупать но единственно сына все там микрофон какой-то может быть ну голосовой помощник пишет не работают может быть как-то микрофон можно использовать пока я даже информации этой точно не нашел претензий к работе нету к телефону его нашел правда не сразу почему-то полежал полежал минуту потом нашел хотя он лежал прямо рядом рядом пяти сантиметрах вот это я тоже не понимаю с bluetooth он и телефоне нормально bluetooth работает иногда он находит через пять секунд иногда через минуту это bluetooth устройство к это бредятина с этим bluetooth он не настраиваю все равно херово работает этот bluetooth даже с фирменными устройствами все наушники sony выходишь соседнюю комнату все отлетает весь звук ну потому что bluetooth класс ближний 10 метров который не 100 поэтому они вам врут что маленькая мощность энергопотребление bluetooth 50 но по сути это просто класс устройства когда он в метре работает а в 10 метрах уже не ни хера то есть раньше были передатчики класс больше там один или три какой-то класс и можно было дальше ходить а сейчас все мелкого класса постоянно все рядом уже отлетает наушники все они уже забросили по моему этот класс делать который 100 метров это очень плохо на самом деле иногда иногда пригодилось бы и антенки надо побольше делать и когда с наушниками ходишь чтобы этих прерываний дурацких не было ну да все равно кто меня будет слушать ну да все равно кто меня будет слушать если бы если бы второй не ломался то можно было бы и с вторым ходить но здесь как я сказал подох экран почему-то сдох наверное специально рассчитано чтобы все дохло так но это все это был обзор тестирование бэнда 4 сиоми пока зрители и и и и